Всем добрый день. Уже время 14.00. Наш вебинар начинается. Меня зовут Чукров Андрей, консультант-аналитик компании Кадрлайн по программам 1С. Прежде чем мы начнем, давайте договоримся, что все вопросы, которые у вас возникнут, вы будете писать в чат, либо у нас будет еще какое-то дополнительное время в конце, когда вы сможете именно задать свои вопросы голосом. Вот. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это налоговые и бухгалтерские изменения с 2022 года, которые вступили с 1 января. И, соответственно, мы поговорим о вот таких следующих темах. Мы рассмотрим, что нового у нас в разделе, в расчете. Налога на добавленную стоимость. Какие изменения коснулись сдачи отчетности физических лиц в отчете 3 НДФЛ, да? Какие мы коды теперь будем использовать доходов и вычетов для применения НДФЛ, для его расчета. А также, конечно же, поговорим о налоге на имущество, налог на прибыль, что было изменено. Не обошло, конечно же, изменения и форму 6 НДФЛ. Ну и, соответственно, следом потянулось и РСВ, то есть страховые взносы. У нас также потянулись изменения. Вот об этих изменениях мы сегодня поговорим на нашем вебинаре. Первым изменением, о котором я хотел бы поговорить, это изменение касается налога на добавленную стоимость. С 1 января 2022 года, теперь при реализации электронной и бытовой техники, приобретенной у граждан, НДФЛ будет рассчитываться с разницей между ценой реализации и ценой приобретения. И все это зафиксировано законом номер 103 ФЗ от 30 апреля 2021 года. То есть, если техника приобретается у граждан, которые не платят НДФЛ, именно, да, хочу обратить ваше внимание, то, соответственно, НДФЛ уже будет рассчитываться с разницей между ценой реализации и ценой приобретения. Но нужно обратить внимание на то, что к какой технике это применяется именно, да. То есть не вся же, как бы, техника подлежит такой продаже. Здесь как раз таки постановлением 1544 от 13 сентября 2021 года было утверждено положение, в котором зафиксирован перечень утвержденной техники. И сюда вошли такие технические наши бытовые приборы, такие как пылесос, стиральные машины, холодильники, морозильные камеры, в том числе и вычислительные электронные цифровые компьютеры, портативные, причем массой не более 10 килограмм. Ну, к ним относятся ноутбуки, планшеты, карманные компьютеры, да, и в том числе и телефонные аппараты для сотовых сетей связи. То есть именно вот данная техника при продаже с нее теперь по-другому рассчитывается НДС. Ну, при расчете НДС, конечно же, у нас мы должны поговорить и о льготах. И в первую очередь льгот коснулись тех организаций, которые занимаются реализацией племенных рыб. То есть промыслов, у которых есть промысел, да, и которые занимаются именно продажей племенных рыб. Таким образом, с 1 января 2022 года организации освобождаются от НДС. Которые продают племенных рыб. Это утверждено правительством Российской Федерации. И изменения внесены в пункт 3, там под пункт 35 статьи 149 НК РФ. Ну и также внесены дополнительные поправки в пункт 2 статьи 164 НК РФ. По этим поправкам с 20 до 10% снижена ставка НДС по реализации любой форели. То есть в настоящее время по ставке 10% облагалась только реализация форели морской. А теперь эта ставка снижена и для любой форели. Какие изменения коснулись 3 НДФЛ? Физические лица смогут не указывать в декларации по НДФЛ доходы от продажи недвижимого и нового имущества, если их размер не превышает имущественные вычеты по нему. Таким образом, у нас установлены лимиты, и их 3, как вы видите на экране, да, это 1 миллион рублей. Предельный размер вычета при продаже жилых домов, именно жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков. Причем эти данные имущества находятся менее минимального срока владения. А минимальный срок у нас является 5 лет. 250 тысяч рублей – это предельная величина вычета для иной недвижимости, которая была в собственности налогоплательщика, не менее минимального срока, который рассчитывается 3 или 5 лет также. То есть, если миллион – это касается именно жилых домов, квартир, которых и участков, на которых мы живем, то все остальное недвижимость, она именно подпадает под вычет именно в размере 250 тысяч рублей. Ну и еще аналогичный размер предельной величины вычета, он также применяется для иной недвижимости, но которая была в собственности налогоплательщика менее 3 лет. Вроде бы последние два, они как бы одинаковые и предельные величины вычета, но все-таки у нас есть разграничения, да, то есть минимальный срок владения от 3 и выше лет, то есть 3 и 5 согласно статье 217.1, да, и есть разряд недвижимости, который находится у нас в собственности меньше 3 лет. Так вот, на нее тоже можно применить вычет в размере 250 тысяч рублей. право, причем, если вы, хочу напомнить, да, что если вы применяете вычет, да, то, соответственно, вы можете не подавать право, у вас есть право не подавать данную декларацию. И это право действует с 1 января 2022 года. Причем вот эти новые правила, которые зафиксированы, они начинают действовать к доходам, которые были получены, начиная уже в 21 году, то есть с 1 января 2021 года. Получается, что в 22 году подается декларация 3НДФЛ, которые получены в предыдущем году. И именно поэтому мы можем, если наше имущество было получено, было продано, точнее, в 21 году, то мы за него можем не отчитываться. То есть мы можем просто не подавать данную декларацию. Теперь давайте поговорим немного об НДФЛе. Об НДФЛе, точнее, немного поговорить не получится, потому что изменений достаточно много. Это касается и кодов доходов, и вычетов, и самого 6 НДФЛа. И как раз-таки приказом ФНС России от 28 сентября 2021 года, номер данного приказа вы видите на экране, внесены изменения в перечень кодов видов доходов и вычетов, применяемых для целей исчисления НДФЛ. Сейчас мы давайте поговорим о именно кодах доходов. Первый код дохода – это 1401. Это доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества. Здесь как раз-таки идет разделение. То есть мы опять же делим. 1401 – это код дохода, который отвечает за жилое недвижимое имущество, а 1402 – отвечает за доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, то есть нежилого. Таким образом, мы вешаем доходы, полученные от сдачи и аренды, на разные коды. Код 2004. Здесь мы на нем отражаем сумму выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, производимые за счет средств федерального бюджета. Это относится именно для педагогов, то есть для образовательных учреждений. Код 2015 у нас – это суточные. Причем здесь, на этом коде, мы отражаем суточные, которые превышают 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации. Ну и также мы на этом же коде отражаем суточные, которые превышают сумму в 2500 рублей, которые связаны с нахождением в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации. Давно им-давно уже ходили, как бы, вот эти требования, чтобы у нас был отдельный код на вот этот доход сотрудника. И вот теперь он зарегистрирован. Код 2015. Код 2721 – это доход, на котором отражается стоимость имущества, полученного в порядке дарения. Но есть исключения. Сюда не входит имущество, полученное в порядке дарения, налоговая база, по которому определяется в соответствии с пунктом 6 в статье 210 Налогового кодекса Российской Федерации. Поэтому здесь надо быть немножко внимательным. И если имущество именно было получено в порядке дарения, то необходимо обратиться, а не подпадает ли оно под исключение в данной статье. Код дохода 3011 – это доходы в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее. Все, что сотрудник выиграл в лотерею, соответственно, либо физическое лицо получил выигрыш, соответственно, мы все указываем на доход 3011. Хочу обратить внимание, что данные доходы, коды доходов, они вступили в силу и применяются с 9 ноября 2021 года. То есть с ноября по конец года это был какой-то промежуточный период, мы только начинали с ними работать, то теперь с 1 января мы с ними работаем вплотную и применяем уже. Теперь мы поговорим именно о вычетах для НДФЛ. Введены следующие коды вычетов. номер 280 это сумма ставки или интерактивной ставки, уменьшающая сумму выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе. Следующим кодом является 323. сотрудник может применить вычет, если стоимость приобретенных налогоплательщикам за счет собственных средств лекарственных препаратов для медицинского применения назначенных лечащим врачом или его родственникам, супругу, детям, подопечным, то есть вот в связи с данной ситуацией, которая у нас пандемия, мы очень много тратим средств на лекарства и теперь можно по коду 323 вот эту применить вычет и получить обратно средства согласно статье 219 Налоговый кодекс Российской Федерации. То есть вот такую вещь сделали. Все, что потратили, что называется, в аптеке, можно вернуть. Ну, не все, естественно, там есть какой-то предел, но вот этот вычет можно применять. Код 329 это код вычета, где указывается сумма уплаченных налогоплательщикам в налоговом периоде за счет собственных средств на оздоровительные услуги. Опять же, очень много ходило разговоров по поводу компенсации на фитнеса. сотрудники компании ходят на фитнес, занимаются, приправляют свое здоровье, все замечательно, но абонемент стоит недешево, да, и очень многие организации компенсируют часть данного данной услуги, которая предоставляет оздоровительный центр, физкультурно-оздоровительный центр. Ну и, соответственно, если ваш сотрудник занимается спортом, то он теперь может получить вычет. Код 329 теперь для отражения. Причем, не только на самого сотрудника, но и вычет может предоставляться также и для его детей в возрасте до 18 лет подопечным, также в возрасте до 18 лет и, соответственно, данный вычет он как бы не погашает всю стоимость, да, а только часть какую-то определенную, которая зафиксирована на согласно определенным ограничениям на предприятии. код 511 вычеты из суммы доходов в виде выигрышей, полученных участниками от азартных игр и лотерей, то есть у нас есть код дохода, да, для регистрации выигрышей и также есть у нас вычеты из суммы доходов в виде выигрышей, то есть 511 мы можем использовать именно для этого. Код вычета 512 этот вычет из суммы материальной помощи оказываемой образовательной организации по основным профессиональным образовательным программам студентам, курсантам, аспирантам, ординаторам, ассистентам, стажерам, то есть вот им когда выплачивается материальная помощь, то можно применить дополнительный вычет. Опять же, точно так же как и коды дохода, данные коды вычетов применяются с 9 ноября 2021 года. Что же касается льгот по налогу на имущество. С 1 января 2022 года организации будут уплачивать налог на имущество, рассчитанный исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, но без отражения этих сведений в декларации по налогу на имущество. Если у организации льгота на этот объект, уплаты налога не будет. То есть если у вас есть льгота, то вы декларацию не подаете и налог не уплачиваете. для для того, чтобы организации могли проинформировать налоговые органы о наличии льготы, есть утверждена форма приказом ФНС России от 9 июля 2021 года. Номер данного приказа на экране. И также вот в этом приказе ей указан порядок заполнения данной формы, а также формат представления в электронном формате. То есть эту форму вы можете заполнить и отправить через электронную систему взаимообмена с контролирующими органами и собственно уведомить налоговую инспекцию о том, что у вас применяется льгота. В заявлении организация обязательно должна указать кадастровый номер объекта недвижимости, срок, на который предоставлена льгота и обязательно нужно указать сведения о законе субъекта Российской Федерации, которым предоставлена эта льгота. Таким образом, указав эти данные в заявлении, вы подтверждаете, что у вас есть льгота на данную недвижимость. И поэтому налог с данной недвижимости вы не платите. с 1 января 2022 года по санаторно-курортному лечению отделены услуги по организации туризма и отдыха, наказанным по договору о реализации туристического продукта. Это утверждено федеральным законом 8 ФЗ от февраля 17 февраля 2021 года и говорится о том, что в 2022 году уменьшить налоговую базу на стоимость санитарно-курортного лечения можно, только если она приобретена непосредственно у санитарно-курортной организации. Не у туроператора, не у турагентства, а именно у самого санитарно-курортной организации. И также это указано в пояснительной записке к проекту комментируемого закона. И поэтому договор на оказание услуг по санитарно-курортному лечению конечно же безопаснее заключать напрямую с самой организации, нежели это делать через турагентство. При этом хочу обратить ваше внимание, что к услугам по санаторно-курортному лечению не относятся услуги по перевозке туриста по российской территории Российской Федерации и экскурсионные услуги также сюда не входят. То есть если вы заключаете договор с санаторно-курортной организацией и покупаете путевку, то стоимость путевки, все, что как бы экскурсии и сама перевозка не входит в налоговую базу для уменьшения. Только сама путевка. Нахождение в смысле туда. Теперь давайте поговорим еще об одном насущном вещи. Это предельные величины баз по взносам на 2022 год. Правительство Российской Федерации постановлением от 16 ноября 2021 года утвердило предельные величины баз по взносам на пенсионное страхование и социальное страхование, которые будут применяться в 2022 году. И по сравнению с предыдущими лимитами, да, они увеличены в 1,69 раз. То есть серьезно, существенно увеличены. Давайте посмотрим. В отношении износов пенсионного фонда обязательного пенсионного страхования предельная величина на 2022 год составляет 1,565,000 рублей. Ну, если как бы сравнивать с предыдущим годом, да, то мы можем увидеть, что она составляла 1,465,000 рублей. Ну, вот, существенная разница, да. И в отношении взносов обязательного социального страхования точно так же. В 2022 году предельная величина теперь составляет 1,032,000 рублей, ну, а в 2021 году она всего лишь на всего равнялась 966,000 рублей. Что же касается отношений взносов на обязательное медицинское страхование, то предельная величина базы для их расчета не устанавливается. Взносами на ОМС выплаты физлицам облагаются независимо от их размера. Перейдем теперь непосредственно к прибыли. приказом ФНС России от 5 октября 2021 года внесены изменения в форму декларации, ее порядок заполнения, а также формат представления в электронной форме. То есть, как всегда, у нас под конец года у нас новое введение и новая сама форма и ее порядок заполнения, ну и, конечно же, электронный формат. И хочу обратить ваше внимание, что данная новая форма декларации по налогу на прибыль действует уже с 1 января 2022 года и заполняется с отчетности за 2021 год. То есть, отчитываемся за 2021 год по новой форме декларации по налогу на прибыль. Какие же были поправки внесены? Поправки были внесены в раздел Г приложение номер 7 к листу 02. Хочу напомнить, что данный раздел в данном разделе организация указывает применяющие инвестиционные налоговые вычеты, рассчитывается сумма уменьшения налога и авансовых платежей, подлежащих зачислению федерального бюджета. Также поправка коснулась раздела Алиста 03, в котором организация указывает налоговые агенты производят расчет налога с доходом в виде дивидендов. И изменения коснулись приложения номер 2 к декларации, которое заполняется организациями, которые являются стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с федеральным законом о защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации и включены в реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений. То есть вот эти поправки внесены в декларацию от налогу на прибыль. Еще одно изменение это коснулось формы 6 НДФЛ. Вообще как бы по 6 НДФЛ изменил сам принцип отражения доходов он утвержден приказом ФНС России от 28 сентября 21 года и самое наиболее важное изменение связано с моментом отражения в расчете 6 НДФЛ доходов и НДФЛ по ним. Действующая редакция приказа предписывает отражать суммы начисленного дохода и НДФЛ по нему следующим образом. В разделе 1 указываются сроки перечисления и суммы удержанного налога. Пункт 3.1 порядка. То есть НДФЛ попадает в этот раздел только после того, как доход выплачен и НДФЛ с него удержан. Хочу напомнить, что раздел 1 изначально до этого у нас заполнялся нарастающим итогом и мы отражали все данные за текущий период, то есть весь. Сейчас же как бы это немножко по-другому выглядит. Еще следующее изменение существенное, которое находится в разделе 2. В нем указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит понятия начисленный доход, но содержит понятие дата получения дохода, которое определяется по правилам 200, статьи 223 Налогового кодекса Российской Федерации. А поскольку НДФЛ не может быть исчислен с дохода, который еще не начислен, то по нашему мнению начисление дохода с точки зрения отражения в разделе 2 также производится на дату его получения по правилам статьи 223. Другими словами, доходы отражаются по дате исчисления НДФЛ независимо от даты его удержания и уплаты в бюджет. И хочу обратить внимание, что замечаете, что перевернулись у нас немножко вот как раз таки разделы в плане указания. Как же отражать в 6 НДФЛ высококвалифицированные доходы и налоги по высококвалифицированным специалистам и ГПХ-шникам? И как раз таки вот еще одно изменение, оно как раз именно связано с ними. Доходы высококвалифицированных иностранных специалистов, а также сотрудников, которые оформлены по договорам гражданского правового характера, отражаются теперь они, во-первых, по ним идет налогообложение по ставкам в 13-15% и причем независимо от налогового статуса резидент или нерезидент. И теперь для отражения доходов и налогов таких специалистов у нас есть специальные строки. дополнительные строки. Строка 115 это доход, который начислен на ВКС и по этой строке отражается обобщенная сумма дохода по всем сотрудникам высококвалифицированным специалистам. Сейчас их доход отражается только в общей сумме доходов физических лиц по строке 110. Теперь мы их отражаем в строке 115. Строка 121 это в этой строке мы указываем количество высококвалифицированных сотрудников. Именно причем общее количество, которые в отчетном периоде получили доход. Ранее они учитывались по строке 120. Строка 142 здесь мы как раз таки указываем сумму налога исчисленную с доходов высококвалифицированных специалистов. То есть вот мы в 115 общую сумму проставили и в 142 графе мы указали сумму налога с этого дохода. раньше данная сумма указывалась в общей строке в 140 хочу обратить внимание что в справке о доходах и суммах налогов физического лица появился новый статус налогоплательщика для ВКС со статусом резидента ему присвоено значение 7 теперь давайте поговорим о зачете налога на прибыль в 6 НДФЛ до этого все были разговоры как это учитывать и вот теперь с 1 января еще точнее с 1 января 2021 года в организации появилась возможность зачесть уплаченный налог на прибыль с дивидендов в счет уплаты НДФЛ теперь же есть возможность зачета в 6 НДФЛ сумма налога на прибыль подлежащая зачету в строке 155 раздела 2 мы учитываем эти суммы вычета и в разделе 2 справки о доходах и суммах налогов физических лиц в приложении номер 1 к расчету 6 НДФЛ здесь мы как раз таки зачитываем плаченный налог на прибыль с дивидендов ну и соответственно если меняется 6 НДФЛ то конечно же взносы тоже у нас меняются и в этом году у нас изменение формы РСВ применяется с первого квартала 2022 года утверждено данное изменение приказом ФНС от 6 октября 2021 года она этим приказом утверждена новая форма ее порядок заполнения а также предоставление в электронном виде то есть также изменен формат электронного вида но как я уже сказал данную форму мы применяем уже только за первый квартал РСВ за четвертый квартал 2021 года мы применяем старую форму и в чем же главное отличие от предыдущей оно заключается в том что в новой форме РСВ исключены приложения а также графы и строки предназначены для отражения затрат по выплате пособий но это связано с тем что с января 2021 года все пособия платят напрямую ФСС и поэтому у работодателей нет расходов на которые можно уменьшить взносы на социальное страхование и поэтому именно была переработана данная форма чтобы не было лишних строк в новом РСВ отсутствуют следующие приложения это расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации а также выплаты произведенные за счет средств финансируемые из федерального бюджета это приложение 4 к разделу 1 давайте посмотрим что же изменилось из раздела 1 расчета исключены строки со 120 по 123 давайте я сейчас карандашик здесь то есть вот эти вот строки удалены из декларации в которых ранее указывалась сумма превышения расходов на пособие над суммой исчисленных взносов на социальное страхование в приложении 2 к разделу 1 теперь отсутствует поле 002 признак выплаты то есть вот в приложении 2 когда мы заполняли мы указывали этот признак либо прямые выплаты либо зачетная система теперь этого признака нет также в приложении 2 к разделу 1 отсутствует строка 70 произведено расходов на выплату страхового обеспечения непосредственно вот строка произведено расходов на выплату страхового обеспечения вот этой строки теперь тоже нет также скорректирована строка так вот это вот сейчас прошу прощения вот это вот Мешает? Ладно. В приложении 2 к разделу 1 корректирована строка «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате». То есть вот этот целый блок, который сейчас выделен на экране красным, он в новом РСВ будут отображаться взносы на обязательное социальное страхование, но без учета каких-либо затрат. То есть здесь суммы уже будут отображаться просто без затрат. Это изменения были, которые касались РСВ. Хочу обратить ваше внимание, что напомнить, что в 2022 году МРОД составляет 13 890 рублей, и исходя из этого нужно ввести, учитывать расчеты. На самом деле изменений, которые коснулись 2022 года, их очень много. Их вот так вот все как бы не озвучить. Более подробно, возможно, будут делаться дополнительные вебинары. Поэтому я благодарю вас за ваше посещение. Спасибо за внимание. Всего хорошего.